Подними меня наверх чуть-чуть. Сколько вам было лет в эту минуту? Сама сейчас лежит. Ваша жизнь. 600 секунд. Программа Александра Невзорова, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса, как самый рейтинговый проект в истории мирового телевидения. Честно говоря, я бы себя не определял как журналиста. Это скорее репортерство, а не журнализм. Выходило в эфир с 1987 по 1993 год. Вот уже 20 лет программа Александра Невзорова, 600 секунд, не выходит в эфир. Но образ ее ведущего не стерся из нашей памяти. Да и как такого забудешь? Эпатажный журналист-разоблачитель, в устах которого даже невинная история лошади превращается в сущий скандал. Впрочем, удивительно другое. Удивительно, что этот экранный образ не имеет никакого отношения к реальному человеку, Александру Глебовичу Невзорову. При этом он сам никогда не наигрывал, не позировал. Это мы так его считывали. Мы так его воспринимали. Массовая иллюзия восприятия. Так какой же вы на самом деле? Кто вы, Александр Невзоров? Мы сперва выясняем, что такое человек через войны, через телевидение, через так называемую политику. Слушайте меня внимательно, это я говорю с вами. Через госдуму. А потом, если человек не останавливается в своем развитии, у него возникает мучительная потребность узнать, а вот почему он такой? И первым ответом, который его ждет на пути, на пути этих вопросов, конечно, является обычная анатомия. Сейчас в музее военной медицинской академии мы разговариваем о самой настоящей анатомии. Впрочем, свои опыты по исследованию человека Александр Невзоров начал значительно раньше. Именно из его 600 секунд мы, советские граждане, впервые узнали о преступности и самоубийцах, о мошенниках экологической мафии. Короче говоря, обо всем, о чем официальная цензура говорить не разрешала. Оружие шашка с клинком не более 90 сантиметров в конном строю. А сейчас видеохроника. И действительно, все жили от 600 секунд и до 600 секунд. И все то, что происходило, это было элементом не просто обсуждения, это было неким элементом истории. В то время никто не залезал так глубоко в жизнь русского города, в жизнь русских людей, как он. Это же сейчас все рухнет. Да пускай рухает, вы заплеваете. Я уже, мне надоело вот скоро. Я мчался домой, как сумасшедший, из любого конца города, чтобы успеть посмотреть эту фантастичную передачу с таким неожиданным, интересным человеком. Я понимаю, что я в роли дедушки-буденовца, которого пионеры вывезли, чтобы он рассказал, вот как здесь он отрубил правый уз колчаку, а здесь потерял протез и половину сантиметра. Я, конечно, дедушка-буденовец, я согласен с этим. Но я бы хотел, чтобы мне конкретизировали тему разговора. Мы с трудом уговорили Александра Глебовича провести нас по местам боевой славы. Рассказать о том, как создавались 600 секунд. Какой будет его реакция при встрече с прошлым, о котором он уже очень давно не вспоминает. Истории с моргом, со всеми, с мафией. Вот знаменитые репортажи оттуда, изнутри. Как это? Меня привезли в гробу как безродного покойника. Сгрузили меня с машины на каталку. И гроб с моим телом повезли по помещениям крематуре. Что-то едем и едем, и едем, и едем. Я понимаю, что я по какой-то милой, милой ошибке попал в число тех трупов, которые должны сжечь немедленно. И вы внутри там закрыты? Да, я закрыт. Я закрыт на 4 застежки. То есть они, по идее, должны были от эффектного толчка кулаком в крышку, они должны были отскочить. Нифига они не отскочили. Но вот после того мощного очередного нажатия коленками, коленки болели долго после этого, крышка взлетела метр на два, и я восстал из гроба настолько, насколько я мог восстать. А потом я схватил камеру. И единственное, на что у меня хватило ума, это сказать, стоять, сволочи. Сволочи восприняли это указание диаметрально противоположным образом, бросились в рассыпную, ну и началось. Сегодня программа 600 секунд нанесла, так сказать, официальный визит в ленинградский киноторий. Мы не, к примеру, в тот день покойников тех, которые имеют золотые изделия. Телевизионное хулиганство Александра Невзорова стало визитной карточкой 600 секунд. Но был ли этот эпатаж намеренным и просчитанным? Смею вас заверить, что нет. Вылучил два удара ножом в спину. И чтобы убедиться в этом, достаточно задать автору секунд несколько вопросов о его детстве. Детские воспоминания какие-то, вот глядя на эти места. Все, что можно сказать о Петербурге, так или иначе связано с хулиганством. Я бы сказал, изощренным хулиганством. Ну, что это? Ну, например, поджоги автомобиля через тополин. Это не специально? Нет, это было не специально. Потом уже как-то стало понятно, что, в принципе, это всегда приводит к одному, примерно тому же результату. И, в общем, образовалась даже определенная симпатия к этой практике. Сейчас Александр Невзоров строго придерживается убеждения, что человека формирует его социальная среда. Какой же она была у маленького Саши? Отца он не знал, а главным мужчиной его детства был дед. Личность яркая, сильная, вдобавок генерал всеведущего КГБ. Особого дела до меня не было никому вообще. Дедушка к тому времени уже был, по-моему, шестой раз женат. У него было очень много внуков, очень много всяких родственников. И, ну, особо выразительная хулиганистость внука Саши, ну, да, она заслуживала интереса и внимания. Но сказать, что вот как бы это была некая такая вот близость. Хотя чуть позже он полюбил мне рассказывать всякие истории. Он на многое мне открывал глаза. Ну, с мамой тоже отношения были непростые, насколько я понимаю. Получается, вы были предоставлены сами себе. Полностью. И рос как трава. Вообще, без какого бы то ни было диктата. Без замечаний. Без воспитания. Без ограничителей. То есть, вот я был воспитан в обстановке абсолютно свободы. Вы посмотрите, видите и представляете себе, сколько по стране таких вот несчастных, доведенных страхом. Шестой секунд. В то время. Перестроечное время. Такое горячее время. Вы знаете, как фронтовые сводки. Это такое впечатление, вот сзади мишень, что он все время как будто был на передовой линии фронта. Он из окопа стрелял и сам являлся как бы этой из-за мишенью. Посмотри, посмотри, посмотри. Вот сейчас все они пляшут, пляшут вокруг одного идиота. А как формировалась повестка дня? Что вы будете делать, куда поедете? Да, она формировалась, она и не формировалась толком, потому что на самом деле надо было просто выделить из всего огромного количества агентурных донесений, вот тех добровольных друзей программы. Надо было выделить наиболее ценное, но выбиралось, конечно, самое эффектное, самое свирепое, самое впечатляющее. Ну и в качестве таких прокладочек работала для смягчения картины. Это ваша, как вы там называете? Культурка. Да, культурка. Называлась вытье. Но вытье подразумевало, что это некая филармония или некое музицирование, и поэтому там сразу возникал вопрос. Ага, сейчас что, сейчас вытье. Кировский, премьера, великолепная, омерзительная Соломея Рихарда Штрауса. Если разобраться, более патологическая опера, вероятно, нет в природе, так как объект страсти, главный объект страсти, отрубленная голова Иоанна Крестителя, именно голова. То, что он звезда первой величины журналистики, в теле журналистики, это очевидно, но он становится звездой и в совершенно другой области нейрофизиологии. Почему человеку важно понимать, что он не просто говорящая обезьяна, а еще более такая архаическая древность? Понимание того, что мы не являемся естественно так называемым венцом эволюции, и что все то, что происходило с момента создания первых атомов водорода и гелия, не имело своей целью производства Курпатова или Невзорова. Вот для этого очень важно, потому что человеку необходимо все время возвращать и опускать на место. Он должен понимать, что он один из видов животных, один из видов живых существ. И чем трезвее он себя оценивает, чем трезвее себя он воспринимает, тем больше у нас все-таки шансов преодоления того, что Иван Петрович Павлов называл мерзостью межридских отношений. А до того, как Эдик Васильевский стал супом, вы с ним были знакомы? Были. Вы вдруг стали показывать самые разные проявления человеческого существования. Ощущение, что вы этот мозг просто в разные места втыкивали туда электроды, и, собственно говоря, эта свобода не в том, что вы ее пропагандировали. Нет, просто надо понимать, что вот то самое детское упоение, я бы сказал, такой алкоголизм свободы, он всегда гарантировал, что если о чем-то нельзя говорить, то есть вот другого способа заставить меня говорить на какую-то тему, кроме как запретить, не существовало. Январские события 91-го года, когда советское руководство попыталось силой восстановить конституционный порядок на территории Литвы, стали роковыми для судьбы всего СССР. Прибалтийские республики, одна за одной, объявившие о своей независимости, обратились к народам и странам доброй воли с просьбой о защите от советского государства. И вильнюсская эпопея, и все остальные эпопеи, это что же было? Свободы, да? Я наслушался указаний и установок со всех сторон. Там, говорит, заявляют, что мы, говорит, русских будем резать. Все русскоязычное население. То есть вот все, кто только могли, мне их дали. И это были абсолютно взаимопротиворечащие. Установки, указания, просьбы, пожелания, рекомендации. Но я так потихонечку, оказавшись там, сравнил ситуацию с известными мне ситуациями по Плутарху или по Титу Ливию, по Карамзину на тот момент, и сделал свой собственный выбор. К тому же я понял, что это будет великолепным хулиганством. За измену Родине. И ты тоже за измену Родине. Да, так они говорят. 15 лет прослужил, а Родине изменил. И вот он, конечно, человек из детства. Если в детстве он прочитал про античных героев, про царя Леонида, если он посмотрел фильмы про индейцев, он всегда захочет ввязаться в некую условную драку. Эта драка может быть научной, публицистической, какой угодно. Фильм «Наши» Александра Невзорова об отряде ОМОНа, штурмовавшего здание телецентра в Вильнюсе, кардинально изменил телевизионную и политическую карьеру Александра Невзорова. А зачем вам башня-то была нужна? Я не могу. Да им понять нужно. Им нужно, в принципе, центральный орган, который все это завязывается вокруг. Передатчики стоят. Передатчики, раз, а во-вторых, средства масс-информации, это единственное, что осталось. До этого момента он воспринимался нами как борец за демократические свободы. После, как яростный защитник гибнущей Советской империи. Я сделал то, что хотел. На меня с надеждой смотрели демократические глаза всей страны, когда я ехал в Вильнюс, в надежде, что уж я-то точно сейчас разгромлю эту мерзость, этот режим этих язвов и все остальное. А я сделал то, что хотел. Вот первый раз, когда я посмотрел на так называемую реакцию общественности, ну, надо было вот так наплевательски относиться к славе, к собственному имиджу, к репутации и так далее, так далее, как это делал я. Это бессмысленно с точки зрения нашего технического века, наших политтехнологий, да, нашего пошлого времени. Но это имеет глубочайший смысл с точки зрения понятия о герое эпохи расцвета Спарта. И вот когда я заметил эту удивительную реакцию, реакцию всей страны, вот тогда мне стало по-настоящему интересно, я понял, что у меня есть возможность для большого количества крайне любопытных экспериментов. Вы ввели в научный обиход понятие мауглеоиды, дети человека, которые по тем или иным причинам воспитывались животными. Анатомически это люди, но психически нет. Почему вам кажется важным этот естественный, природный эксперимент? Эти мауглеоиды доказывают, что если это животное под названием хомо не прошло курс социально-этическо-культурной дрессировки, оно остается обычным животным. Это страшные слова, но бесконечные примеры тех, кто вырос вне человеческого социума, вне системы грамоты, языка, такие же обычные животные, как и все остальные животные. Приведите сюда этого маугле, во-первых, он сразу накакает здесь под батареей, потом он подерется с отражением, собственно, в витрине, потом он попробует осеменить кого-нибудь из присутствующих на съемочной площадке женщин, только потому что есть самка, и никто с ней в данный момент не вступает в контакт, это странно. В 90-е годы мы воспринимали Невзорова как бесстрастного военного репортера. Не было горячей точки на территории всего бывшего Союза, откуда бы он не привез нам свой репортаж. Чечня, Приднестровье, Нагорный Карабах. Многим казалось, что он просто гонится за очередной телевизионной сенсацией. Но на самом деле, там, на войне, он искал ответ на свой главный вопрос. Вот если стереть этот налет культурно-морального облика, что человек из себя представляет в этой ситуации? А то же самое, что и во всех других ситуациях. Это дрессированное животное. Но дрессированное животное с необыкновенной силой агрессии, с приспособительностью. И с почти уникальной жестокостью. Вообще, мы правильно делаем, что мы здесь находимся? То, что их давить, гадов, надо, это правильно. Но давить-то по уму... Во сколько на счету? Практически все, что происходило, не обходилось без меня. Это все виды Карабахов. То есть Карабах первый, Карабах второй, Чечня первая, Чечня вторая. Штурм Грозного, Приднестровье многократно. Это где был первый раз? Это было, скорее всего, Карабах, где я пушку спер. По-моему, а я на чьей стороне там был, кстати? Это никто не решится ответить на этот вопрос. Я там был за армян или за азербайджан? Коль, ты не помнишь? А, мы были за... В этом случае мы были за азербайджанцев. Азербайджанцев сперли пушку у Орля. Вас война пугала когда-нибудь? Ее, в общем, даже скорее можно не бояться, а любить. Можно ее разлюбить, когда она уже демонстрирует самое подлинное лицо. Вот совсем самое жуткое. Что заставило нас очеловечиваться тогда? Необходимость выживать. Мы, в общем, довольно опущенный и, скажем так, весьма слабый вид. Но агрессивный? Да, вот исключительно-исключительная агрессивность, потому что мы единственный вид животных, который сделали и внешне видовые, и внутри видовые убийства абсолютно нормативом построения общества и нормативом построения цивилизации. Он от той тематики социально значимой, война в Чечне, литовские события, другие, где он был равный среди солдат, среди всех. Они его звали Глебыч, наш Глебыч. Своевал там авторитет. Это очень трудно там давать. Там надо, значит, вести себя так, как ведут солдаты. И он умел себя и вел так себя. И все равно это сиюминутно. Это все приходящее. А неприходящее – это наука. Когда наука первый раз вложила черную метку в руку хому человека, который предполагал, что он некое внеэволюционное, совершенно особо исключительное явление в этом мире, первый раз на науку посмотрели, все-таки, наверное, как на врага, мифа о человеке. Потом, если я ошибаюсь, какой-то поэт сказал, «Тьмы низких истин нам дороже», «Нас разрушающая одна». И вот эта вот фразочка, она стала основополагающей для всех порноук, для множества новейших пониманий религии, когда, да, действительно, вот этот любой возвышающий обман всегда предпочитался и всегда выбирали ее, его они выбирали науку. Скандальные 600 секунд постоянно находились на грани закрытия. Как на заре перестройки, так и после распада СССР. Единственной причиной тому была несговорчивая позиция ее главного автора, Александра Невзорова, бьющего прицельным огнем то по советскому манкулатуре, то по демократическим силам новой России. Несколько раз закрывали программу? Иногда ее прикрывали на несколько дней по договоренности со мной, когда нужно было тогдашнему председателю комитета слетать в Москву, получить, получить, как бы, Тумаков за то, что закрыл, а не за то, что что-то допустил. А то, что закрыл, ведь легко регулируется, просто открывается. Все носились и все без суеты, но, тем не менее, очень жестко функционировали. Десантировались непосредственно уже во дворе, готовые к монтажу, потому что тексты я писал еще в рафике. У меня была такая здравущая, такая бухгалтерская книга, в которой велся учет сюжетов, и вот в этой же бухгалтерской книге я писал текст. Добрый день. Тут все, конечно, приветствую вас. А тут все, конечно, изменилось. Вот этого всего не было, хотя мрамор, мрамор тот же, а вот сюда лучше всего. Когда вы говорите, что вы активно грекочепировали, такая у вас формулировка, в чем действие ваше непосредственно заключается? Нет, ну я там вышку ездил отключать, чтобы там Собчак не выступал. Я из-за этого мерзавца Самсонова, который тогда был командующим округом, я его притаскивал за ухо на телевидение, чтобы он читал обращения к КЧП. Упреждаю, что это только версия, что все, что началось 19 августа, было инсценировкой переворота и колоссальнейшей линии. При этом вы испытывали разочарование шаг за шагом. Можно сказать, что я испытывал разочарование. Я получал результаты. Мы должны смириться с этим результатом, если мы знаем, что эксперимент был поставлен достаточно чисто. Да, действительно, 99,9 и 9 сотых, абсолютные конформисты. И огромная проблема была в том, что вот этих вот настоящих авантюристов, которые не боятся ни крови, ни черта, было все-таки слишком мало, как для первого ГКЧП, так и для событий 93-го года. Поэтому все так вышло, то, что называется, декоративнее. Вот здесь Белла Алексеевна Куркова ставила, по-моему, два милиционера, да? Вот вешались, вешались три или четыре замка, все это было опутано цепями, просто вот как сказки про Кащея. И здесь стояли нервно потеющие милиционеры в высоких фуражках, которые слабенькими, такими голосками говорили, вас не велено пускать в студию, вас не велено пускать. Это было вот в эпоху закрытий. Но как-то милиционеры легко отодвигались в сторону, все это снималось, и быстренько заводилась режиссерская аппаратная, и все шло так, как нам. Я его воспринимаю как человека, и в том числе те же самые 600 секунд, который создавал документ времени. Это настоящий документ времени. Во время событий октября 1993 года Александр Невзоров поднял рижский ОМОН на защиту Белого дома. Был арестован, как и в 91-м, оказался на стороне проигравших. Теперь у 600 секунд уже не было шансов. Народ отстаивал Невзорова, жег костры перед телецентром, но он лишь попросил их разойтись. Люди не расходились реально? Они реально не расходились. Они, но руководило им не почтение к телевизионной программе, они понимали, что на этом заканчивается их эпоха, что на этом заканчиваются какие-то важные для них идеологические подкрепления. Будем называть вещества и неминами. В соответствии с законами нейрофизиологии. И, конечно, они бунтовали. Вам хотелось уже самому тогда расстаться с этим зданием, с этой программой? Нет. Нет. Я тогда это воспринимал все-таки как свою Брестскую крепость, как свои фермопилы. Но в результате, в результате, как спартанцы пав в этих фермопилах, я, в общем, ушел отсюда без всякого сожаления. И я не помню, я же не бросаю там последних взглядов там. Да, да. И никогда не оборачиваюсь. И, может быть, он вправ, что себя, свой талант, он расходует сейчас не на мимолетное, не на такое, знаете ли, летучее, повседневное, а на что-то более фундаментальное. Если он говорит про пуччи, про перевороты, то, что я был очень близким свидетелем, участником, позволила мне понять, что единственная история, которую имеет смысл изучать и знать, это только история наука. А все эти движения толп, эти массовые бессмысленные забои друг в друга, все эти совокупления, короны, все эти груды ржавого железа, доспехов, касок, звезд, свастик, орлов и прочее, прочее, ну, их можно и нужно иногда знать, но только в контексте того, насколько они влияли на историю науки. Ведь он очень внимательно изучал разные типы людей, как журналист, как репортер, как депутат. И, видимо, людей не обнаружил, хотя искал. И вот человека он нашел в лошади. Что касается лошадей, то тут все на самом деле понятно, потому что до какой-то определенной высшей точки удалось дойти, безусловно, и в деле индивидуального мастерства, и в деле как бы исследования, общего исследования физиологии лошади. Чтобы понять, насколько серьезной, трудной, виртуозной была эта работа Александра Невзорова с его питомцами, достаточно взглянуть на сотню пары стертых им до дыр кожаных перчаток. И это при том, что в конной школе Александра Невзорова категорически запрещено применение физической силы в отношении животного. На мгновение она останавливалась, весело и свирепо давя до треска череп копытом, попирая всю злобу, всю мерзость, которая когда-то выползла из него. Я всегда смотрю, так, черт поверье, а нет ли какого-нибудь мифа, который можно было бы сломать. И вот я обнаруживаю этот миф взаимоотношений человека и лошади. Возьмек вопрос, почему люди так делают. И тут, в общем, достаточно можно было просто раскрыть глаза и понять, что они так делают вообще со всеми живыми существами, что это для них норматив. Весь пома в древнеримском цирке, когда долетание капель крови с арены было величайшим счастьем, когда выли и разглядывали того, на кого все-таки плеснуло этой гладиаторской кровью. И попутно мне становится, конечно, жутко интересно, что такое ложь. И я напарываюсь на уникальные с моей точки зрения эксперименты, которые делались в начале 20 века. Я ставлю их сам, всего-навсего повторяя то, что было сделано для меня. В 2010 году вокруг Александра Невзорова разгорается очередной скандал. Его фильм «Манежное лошадиное чтение» наглядно демонстрирует нам, что лошадь можно научить читать и даже разговаривать с помощью табличек с буквами. А это значит, что лошадь способна мыслить, обладает сознанием, то есть по сути ничем не отличается от нас с вами. Подумай и напиши. Хорошо. Молодец. Об этом и во всем написано у Ивана Петровича Павлова, что механизм возникновения закрепления условных рефлексов идентичен у всех высших млекопитающих. Ну вот тогда уже возник интерес, а почему, собственно говоря, он такой этот человек? Что он собой представляет? Ну а все разгадки и все ответы на этот вопрос, конечно, находятся в его мозговом чили. наше знакомство началось с изучения мозга лошади. Мы сделали секцию мозга и не одну, потом он сам эти секции повторял неоднократно, изучил всю литературу по мозгу, ходил на лекции ко мне несколько раз, потом, значит, организовал свой собственный секционный курс, и в конечном счете мы вынуждены были признать, что это состоявшийся анатом и принять его даже в анатомическое общество. Человеческий мозг в сравнении с лошадиным показался вам каким-то удивительным? Нет, нет, во-первых, у всех крупных высших млекопитающих мозг абсолютно сопоставим. у человека нет ни единого какого-то своего человеческого раздела, да, или какого-нибудь какого-нибудь сегмента, или какой-нибудь части, ну вот нету, да. На самом деле мы просто тот счастливый вид, который получил за счет своих анатомических возможностей некоторую большую обучаемость и реализовываемость этой обучаемости. Невзоров показывает, открывая головной мозг, скальпелем, великолепно профессиональным, что нет разницы между одним и другим мозгом. Следовательно, если вы будете этого человека воспитывать в одной среде, он будет одним, другой другим. Конечно, Александр Глебович по большому счету дилетант, то есть у него нет медицинского образования, но это дилетант, который может свершить очень многое в науке, может быть, силу свободы от этого образования, от этих канонов, от этих догм. анатомическое А вы были на его анатомической выставке? Я даже не знал, что произошло. Я приезжаю в этот зал и вижу это все, и я был поражен. Я не был потрясен, я был поражен, когда я видел его препараты, как это все сделано, его глубокое знание психофизиологической сути, я поражен был. Анатомическая выставка «Мертвые учат» стала нестандартным музейным и образовательным проектом. При создании ее экспозиции впервые применили уникальную технологию изготовления анатомических препаратов, разработанную на кафедре нормальной анатомии военно-медицинской академии. Раньше считалось, что анатомия это слова тонково, дурно пахнет, трудно запоминается и быстро забывается. И вот эта технология позволила сказать, что наша наука теперь экологически чистая. Мне очень понравилась выставка, которую он курировал по поводу тела человека. Я думаю, это очень просветительская, очень познавательная выставка. Сам неоднократно ее посетил. Мы два года пытались открыть эту выставку. Без Александра Глебевича ничего бы не было. Его неуемное трудолюбие, неуемный характер и смогли пробить вот эти все бюрократические препоны и позволить открыть выставку. еще ему должны поставить памятник за то, что он сегодня собирает архивы, неопубликованные архивы Павлова и огромное количество нейрофизиологов и физиологов советской эпохи. Так вот, он это собирает, не жалеет ни средств, ни сил, ни энергии. этот майоровский архив, который, по сути дела, аккумулирует все, что связано с настоящей Павловской школой, и все документы, касающиеся исследования проблемы сна, все документы, касающиеся так называемых гипнозов. Мы берем дневники, которые там же открылись, и вот, что пишет майоров в день смерти Павлова. Умер милый Иван Петрович. Умер один человек, а как будто бы целый лес жизни свалили. И параллельно с этим суперквалифицированный донос на Павлова и на всю школу. Там есть обвинение, что не является для Ивана Петровича авторитетом идеал Октябрьской революции и фигуры Ленина. Александр Невзоров планирует передать эти уникальные архивы в Институт Мозга. А пока он изучает по ним не только нейрофизиологию, не только историю российской науки, но и противоречивую историю человеческих судеб. Ведь даже великие умы, как мы видим, способны демонстрировать качества, которые мы обычно считаем недостойными человека. Наш разум не допущен ни до одного существенного серьезного процесса, происходящего в нашем организме. Мы не можем влиять на процесс собственного пищеварения. Мы вообще ни на что не можем влиять. Извините, девушке для того, чтобы точно знать, произошло или нет оплодотворения, ей необходим фраутест. Никакой силы мысли постигнуть это невозможно. То есть разум он все равно в роли такого придворного дурачка, который обо всем узнает последнее. Кому-то исследования Александра Невзорова могут показаться слишком скучными, академичными, оторванными от практики. Но поверьте, это далеко не так, и сейчас мы сможем в этом убедиться. Александр Глебович любезно разрешил нам поприсутствовать на своих закрытых лекциях по искусству телевизионной полемики. После этого обязательно, потому что именно в этих своих занятиях он использует знания по физиологии. Тот является ощутимым и непререкаемым хозяином. Потому что вообще оскорбить собеседника, корректно и красиво оскорбить собеседника, это, поверьте мне, одно из самых тонких и самых важных задач в любой дискуссии. Другое дело, что это нужно проделывать предельно аккуратно, потому что оскорбление должно быть отчетливым, болезненным, сильным. Вот Арсений чуть позже подскажет вам пару жестов, которые должны сопровождать подобного рода реплики. То, что говорит Александр Глебович и то, чем он обучает, он знает предмет очень хорошо, он имеет на это право. Когда говорят Александр Глебович, и всегда говорят скандальный журналист. Я ни разу не видел за то количество лет, а иное количество лет, это с 2006 года, я ни разу не видел человека ни с кем скандалищим. Мы можем раскрыть тайну, кто сидит в зале? Нет. Нет, ни в этом зале, ни в каком другом мы этих тайн раскрывать не будем, это совершенно не нужно, и это не этика, да, то есть, для меня вопросов этики не существует, для меня существуют вопросы корысти и безопасности. Какой критерий отбора? Критерий отбора? Талантливых. Давайте не будем уточнять, какой критерий отбора. Но я же не выступаю как идеолог, да, мне совершенно безразлично, что они говорят. Меня интересует, как они говорят, я вот как бы такой профессиональный брют уручитель фехтоварения. Облик, он, конечно, впечатляет, несомненно, тут есть и артистичность, и поза, но есть и нечто, что выше артистичности и поз. У него есть эта артистичность и умение быть публичным. Хотя он и говорит, что он все время в тени, но публичным он умеет быть. Это, ох, как умеет. Я берешь. Ох, как умеет. Ох, как умеет. У него есть просто его природная артистичность, и она много раз его спасала, на самом деле. Много раз спасала. Если бы не было этого, не было бы 600 секунд. Он был, актером этой трагедии, которая разворачивалась перед его камерой. Как бы мы ни относились сейчас к программе «600 секунд», она сыграла огромную роль в новейшей истории России. В ней Александр Невзоров бил то правых, то левых, всегда оказываясь на острие политической борьбы. Но, как мне кажется, не это было для него главным. 600 секунд стали для него тем электродом, который он вживил в мозг организирующего советского сознания и методично пробуждал в нем рефлекс, открытый еще Иваном Павловым. Рефлекс свободы. Я вот забыл, где они тут разместили мемориал. Вот сейчас мы идем к той двери, где вам будет стыдно, друг мой, за то, что вы не прихватили с собой несколько красных гвоздичек. Потому что единственное, на что и мемориалы пригодны, для совершения этого идиотского ритуала с возложением. Вы решили себя этого удовольствия. Это 314-я комната. Теперь они здесь сделали отдел кадров. А где непосредственно мемориал последний? Вот они меня туда перенесли. Сослали. Вот видите, как легко перемещаются мемориалы. Вообще дик спалнейшем. Прелестно, потому что вот если на телецентре на Чапыгина 6 и было какое-то местечко, к которому я не имел ни малейшего отношения, это вот здесь, где, собственно, мемориал и размещен. Гвоздик нет. Вот мемориал. Мемориал. Приемли ремонт. Все очень культурно. Светленько, чистенько. Матвич бы вздохнул, что здесь нет дивана. Это все как-то больше и больше напоминает Шлимана, да? То есть вот эти вот раскопки трое. Вот здесь это будет с каждым годом все сложнее и сложнее. У трое больше шансов. Да. Нет, Эдмир, ты хочешь, чтобы у меня возникло стойкое ощущение, что я брожу по собственному склепу? Не возникает. Извини, не возникает. Нет, у меня-то никаких это... Может быть, и склеп, но я как-то вот то, что называется, давно встал и вышел. Как из того гроба? Конечно. А камера была в гробу? Конечно, со мной. И я должен был проникнуть и отворить ворота своими. Троянский конь? Конечно. Троянский гроб. В гробу. Троянский гроб. Да. Мы знаем люди нашей профессии, они, получая некую определенную славу, получая определенный достаток, как, в общем-то, сопоставимую этой славе характеристику, они уходят неким образом в свою жизнь и наслаждаются этим. Невзоров не такой. Он человек, который занимается своим образованием каждый день. Он формирует себя как личность. Любому человеку сменить профессию, сменить образ жизни, образ деятельности, ракурс вообще по отношению к профессиональному занятию. Это трагедия, это проблема какая-то. У него есть этот ресурс личности от журналистики, потом вдруг политика, а сейчас это вообще медицина, физиология там и так далее. И я не среди своих друзей, своего круга людей, которых я знаю в России или за пределами страны, я человека с таким масштабом и с такой энергетикой, готовностью менять жизнь, я не знаю. Это феноменальная личность, конечно. Я не знаю подобного человека. Нужно хорошо знать Александра Невзорова, чтобы понять, насколько значительны и масштабны изменения его интересов. От телевидения до краниологии, например, науки о черепах. При этом он никогда не изменяет главной цели своего исследования, ведь это всегда анатомия. Анатомия человека. В прямом и переносном смысле этого слова. надо было ответить на самый примитивный вопрос, каков нижний предел объема мозгового черепа, какой нижний предел объема головного мозга, позволяющий оставаться социально адекватным, читающим, пишущим, стреляющим, играющим в карты. Эти ответы только здесь. Так, вот, значит, любимая моя тема, драгоценная моему сердцу. Оп! Это у нас, это у нас микроцефалы. Вот мы имеем ту самую барышню. Сейчас, практически отсутствие зубов, это 70-60 лет. При том, что я, как измеритель объема этого мозгового черепа, хорошо, если 620-630, что считается критически маленьким. Но это тоже не предел, потому что вот известный английский микроцефал, лорд-минимус, так называемый, у него едва выходило за 430-480 кубиков объем, тем не менее, он великолепно соблазнял самых полнорослых, самых сочных красавиц своей поры. Там были не просто шашни с такими вот здоровенными гражданками, но и браки. То есть абсолютно полноценные существа, несмотря на то, что... Писали стихи и совершали государственные перевороты. Ну, как вы знаете, ничто от объема мозга не зависит. Я вам скажу, что Мерлин Монро по объему мозгового черепа и, соответственно, по объему мозга значительно опережает Альберта Эйнштейна. Всегда в нем была вот эта какая-то анатомическая природа. Его интересовала анатомия явления, у него было желание войти внутрь этой сферы, посмотреть, что внутри. Не забывайте, что анатомия, хотя она такая вот вроде бы уже академизировавшаяся, уже очень внятная и безусловно не имеющая перспектив дальнейших открытий наука, но и в ней тоже можно ездить через сплошные, да, ведь вот здесь я научился во всем сомневаться. Вот здесь я научился не верить своим глазам, не верить надписям под экспонатами, не верить истории этих экспонатов и все проверять всегда лично. А в нем есть что-то доктора Фаустова? Да, но только он не способен совершить преступление против женщины. Он не способен предать женщину. И для него там жизнь там сына, ребенка, она будет все же выше, чем все остальное. Сказать, что я воинствующий атеист, да, не в малейшей степени. Не в малейшей степени. Более того, я уже говорил, что я не понимаю, как там юрист, милиционер, балерина или слесарь могут быть атеистом. Не понимаю, как. И когда я вижу своих знакомых гуманитариев, которые называют себя атеистами, тоже не понимаю, на чем их атеизм может держаться. Потому что человек либо знает и понимает теорию эволюции, теорию абиогенеза, теорию условных рефлексов, теорию ретикулярной формации. То есть имеет относительно связанное структурированное представление о том, как устроен и как существует мир, либо он во что-нибудь доверующий. И не важно, во что именно. Но вот мне из всех атеизмов, из всех атеизмов, как ни странно, гораздо более, гораздо больше всего нравится атеизм Ивана Петровича Павлова. Но вы не почувствовали себя в какой-то момент оппонентом, тому, как Александр Грибович в целом оценивает значение культуры, искусства, вот каких-то ценностей? Вот меня иногда холодной водой обливает. Очень холодной водой, да. Иногда предлагает мне разочароваться во многих вещах. Ничего я почему-то не делаю. Я бы сказал, что атеизм Ивана Петровича Павлова образцовый атеизм. Ведь если я атеист, черт побери, значит, если я требую для себя абсолютной свободы мысли, значит, я обязан признавать эту свободу и за любым другим человеком, в том числе и свободу верить во все, что угодно. И вот Иван Петрович это великолепно понимал. Но Иван Петрович еще и после одного случая стал чуть-чуть иным атеистом. Иван Петрович еще явился его товарищ по семинарии, доктор. Долго-долго там вот стоял. Добрый день, добрый день, добрый день, уважаемый. Наконец, Иван Петрович освободился и они удалились часа на два о чем-то беседовать. Все слышали только раскаты Павловского голоса, плохо понимали, что происходит, а Иван Петрович там бузил по-страшному. И вообще он на эти темы, то, что называется, любил и умел поговорить, он тряс своими сухонькими кулаченками, он был непримирим. Закончилось тем, что этот семинарист, бывший нынешний доктор, утром повесился в своей гостинице. Как выяснилось, у него там несколько дней тому назад умерла жена, и он, имея в качестве безусловного авторитета Ивана Петровича, приехал к нему как бы за последней надеждой, что думает на эту тему Павлов. Ну и Павлов ему, естественно, вломил по первое число все, что он на эту тему действительно думает. И узнав об этой смерти, Иван Петрович как-то так вот, то, что называется, призадумался и гораздо бережнее обращался после этого с верующими. Но на самом деле это мы всех помним, всех ученых, тех, кто оказался в тюрьмах, либо украсили с собой костри на площадях. И, рассматривая все взаимоотношения науки и церкви, конечно, это абсолютно несовместимые вещи, потому что основой научного мышления является право на сомнение во всем. То, что абсолютно по природе своей не может никогда допустить церкви. Побольше бы вот таких собеседников в жизни. Вы знаете, побольше бы таких сомневающихся людей. Потому что он только так на поверхности карты, что он такой железный бронёй защищённый и несомневающийся человек для некоторых, да? Для меня он как раз человек очень сомневающийся. по сомнению это самое главное. Для человека вообще, для учёного в особенности сомневайся. И только в сомнениях можно приблизиться кисти. Интеллект штука, которая искусственная, она создаётся миллионами людей. Это опыт и знания. Мы же с вами вот сейчас беседуем, мы с вами не... У нас нет ничего своего. Мы абсолютно не индивидуальны. Мы с вами не придумали даже полбуковки из числа тех, которые мы употребляем. Мы не придумали ни единого слова. Мы не придумали ни единой фразеологемы. Мы пользуемся только пользуемся тем, что было предложено нами, нам человеческую культуру. Мы просто много этого взяли. И с лёгкостью этим оперируем. Но это всё не наше. Мне хорошо, что я вообще живу с ним в одно время. Знаете, мне хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В ТВ И вообще чудесно себя, что персонажи, конечно, здесь бродят, еще те, то есть какое-то вот, какое-то безумие, да, вот это, вот это вот как раз это ваше достояние.